всем большой привет друзья с вами елена и добро пожаловать на мой канал есть такой обычай в начале весны в день весеннего равноденствия 22 марта печь булочки в виде жаворонков или других птичек жаворонки из теста символизируют приход весты по народным поверьям они несут весну и тепло на своих крыльях сегодня испечем жаворонков из добного вкусного дрожжевого теста но если вы соблюдаете пост то испеките постные булочки давайте готовить но прежде не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы первыми узнавать о новых вкусных видео все точные пропорции продуктов как всегда в описании под видео в теплое молоко добавляем сухие дрожжи молока нам понадобится 200 миллилитров дрожжей 8 грамм далее добавляем 10 грамм ванильного сахара и пол чайной ложки соли и 6 столовых ложек сахара все хорошо перемешиваем пока дрожжи и сахар полностью не растворятся глубокую миску просеиваем 500 грамм муки делаем углубление и вливаем подготовленную молочную смесь с дрожжами и сахаром слегка все перемешиваем ложкой и добавляем 2 яйца яйца заранее следует перемешать венчиком или вилкой и 70 грамм сливочного масла мягкого все хорошо перемешиваем ложкой а затем вымешиваем тесто руками 5-7 минут по необходимости можно подсыпать немножко муки от 20 до 50 грамм затем чтобы тесто не забить мукой руки смазываем растительным маслом и еще пару минут вымешиваем тесто так тесто не будет липким и останется мягким и нежным тесто перекладываем миску смазанную растительным маслом накрываем пищевой пленкой и даем постоять в теплом месте час-полтора тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза тесто перекладываем на рабочую поверхность на этом этапе у меня появился маленький помощник тесто еще раз немножко обминаем и делаем 10 примерно равных частей чтобы кусочки были по весу примерно одинаковые можно воспользоваться весами с каждого кусочка делаем шарик а потому что девягиbull.. *** ч шарики теста накрываем пищевой пленкой и даем им отдохнуть 15-20 минут теперь из шарика теста делаем трубочку хорошо вкатываем тесто вот таким вот образом закручиваем и прижимаем выдавливаем весь воздух теперь трубочку раскатываем джгутик края должны остаться толще чем серединка жгут завязываем в узелок и уже с этого узелка делаем жаворонка чтобы жаворонок стоял ровно и не наклонялся больше в одну сторону отрезаем кусочек теста от хвостика немножко подкатываем и подкладываем под сторону в которую наклоняется жаворонок далее поправляем хвостик и разрезаем его ножом или делаем узор вилкой и поправляем голову делаем более острую так как при подъеме теста округлится прикрепляем глазки у меня это черный перец можно заменить на гвоздику или изюм вот такая симпатичная птичка в итоге получается таким образом делаем всех жаворонков и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Булочки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой Накрываем пищевой пленкой и даем им постоять при комнатной температуре 25-30 минут Жаваринки делаются легко, половину из них сделал мой сыночек За счет чего все птички получаются разные и по-своему красивые Когда жаваринки подошли, смазываем их яйцом с молоком Одно яйцо смешиваем с 1 столовой ложкой молока Хорошо перемешиваем и смазываем булочки Отправляем булочки в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 15-20 минут Но как всегда ориентируйтесь на свою духовку Жаваринки готовы! У меня они еще слегка теплые Посмотрите, какие красивые птички получаются! Просто загляденье! Очень ароматные и вкусные! Это сдобное тесто просто бесподобное! Когда будете давать булочки детям, не забудьте убрать черный перец Тесто очень мягкое и воздушное Работать с ним было одно удовольствие Привлекайте деток к этому процессу Поверьте, им понравится делать такие булочки, а кушать еще больше Друзья, надеюсь видео вам понравилось Ставьте лайки, пишите комментарии И обязательно подписывайтесь на канал Чтобы первыми узнавать о новых вкусных видео Всем желаю хорошего настроения и крепкого здоровья До новых вкусных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok